Скандальное и неспортивное поведение профессиональных бойцов ММА вызывает и негативное отношение у публики. Свечащие видео с драками, в которых фигурируют спортсмены, попадают в топ новостей федеральных информационных лент. Начинающие бойцы не понимают, где проходит грань между экранным образом кумира и его жизненной позицией. Разобраться, каким должно быть поведение профессиональных спортсменов в ринге и в жизни, нам помогли в клубе «Легион-89». Продолжение темы в сюжете. Сейчас мир смешанных единоборств по количеству скандалов не уступает светской хронике. Все больше российских бойцов были замечены за неспортивным поведением. Недавно на своем мастер-классе боец ММА Александр Емельяненко ударил одного из учеников. Когда у вас берут за шею, сразу вы клятый, друг в пейс и не висит. Не надо так говорить. Конечно, по зрелищности этот вид спорта не имеет равных. В комбинации с неординарными выходками бойцов рейтинги шоу стремительно растут вверх. Как и гонорары спортсменов, но есть и вторая сторона медали. Каждый профессиональный боец так или иначе становится примером для людей. К их социальным сетям приковано внимание тысяч фанатов. Они обсуждают увиденное в комментариях к постам или в перерывах между тренировками. Он его будет в бок вытаскивать, правильно? Между ногу редкостью ногу начинает оставлять действие. Они сразу начинают выводить за шикарник, правильно? В моменте, когда мы ему все тут делаем, посадите тренировки, он ногу вытаскивает. Главный коуч науренгойского клуба ММА Шамиль Дейбегов, обучая спортсменов искусству смешанных единоборств, объясняет, как боец должен вести себя вне зала, чтобы они понимали, где проходит грань между образом и реальностью. Мы проводим частично беседу по поводу их поведения, как говорится, вне ринга, даже по самому залу, как они должны двигаться, что они должны делать в ринге поведение, после боя поведение какое должно быть, что даже если соперник где-то его провоцирует, какое-то запрещенное действие сделал, или после команды судей что-то сделал, или как-то его обозвал, что он никак не должен на это реагировать, а наоборот показать свой профессионализм и уйти спокойно, пожать руку, если соперник не пожимает руку, даже просто развернись и уйди. Вот это мы и объясняем ребятам. Такое поведение бойцов должно распространяться не только на соревнованиях. Уважать необходимо и соперников, и простых людей. Воспитание сильного телом и справедливого духом воина главная задача для любого тренера. Холодная голова, спокойствие и рассудительность. Вот главные качества, которые молодой спортсмен должен воспитывать в себе. Они помогут ему и в жизни, и на соревнованиях. Умение бить руками и ногами не сделает тебя лучше остальных. В жизни любого человека много стрессовых ситуаций, которые могут закончиться конфликтом. Каждому хочется иметь авторитет и уважение среди друзей или знакомых. Но нужно запомнить правила. Хочешь драться – дерись в ринге. Данил Шевченко, Николай Александров, Служба новостей «Импульс». Данил Шевченко, Николай Александров, Служба новостей «Импульс».